Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». С вами Марина Комиссарова. И сегодня у нас в гостях Геннадий Александрович Кулешов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России в Рязанской области. Здравствуйте, Геннадий Александрович! У нас сегодня повод радостный для встречи. Команда наших спасателей в очередной раз уже в третий или в четвертый победила соревнования? Команда не спасателей, а инспекторов ГИМС победила третий раз подряд в соревнованиях среди команд Центрально-регионального центра инспекторов ГИМС по профессиональной выучке. Профессиональная выучка, что в себя включает, для того, чтобы было понятно, в чем вы соревновались? Расскажите нам, пожалуйста. Данные соревнования в себя включают такие элементы, как кольцевая гонка, скоростная кольцевая гонка на моторных лодках, то есть скоростное маневрирование на гидроциклах, также скоростное маневрирование на моторных лодках, плюс эстафета. Ну, все, в принципе, вот эти пять элементов, которые в себя включают данные соревнования. В эстафете также включены у нас такие дисциплины, как сердечно-легочная реанимация пострадавшего и плюс кольцевые гонки также на моторных лодках. Наша команда подготовлена была практически в кратчайшие сроки. То есть основной костяк команды составил инспекторов города Касимова, плюс один был дополнительный человек с инспекторского участка город Спасклепики. То есть это основной костяк, который сильнейший на данный момент в Рязанской области. В чем получилась их сила и преимущество над остальными? В том, что они больше упражняются? Или в том, что это изначально какая-то подготовка профессиональная лучше у инспекторов? Нет, там действительно были все 17 субъектов, представили самых своих сильных инспекторов на данный, но у нас очень сплоченная команда. В 2014 году команда Рязанской области также победила на всероссийских соревнованиях. То есть сейчас проходит отбор в ЦФО, в Центральном региональном центре, и самые сильнейшие поедут на всероссийские соревнования. Большая честь, наверное, для нас. Насколько я понимаю, что состав команды меняется? Да, состав команды действительно поменялся, потому что кто-то ушел на вышестоящие должности, кто-то, к сожалению, нас покинул, ряды наши, ушел на другой фронт деятельности. Команда постоянно молодеет, новые инспектора молодые, энергичные. Ну, естественно, эти соревнования, они, как сказать, они выявляют основной профессионализм инспекторов ГИМС. То есть в этих соревнованиях ничего лишнего нет, кроме того, как это повседневная работа, повседневная деятельность. То есть то, что для нас кажется таким даже, вот для меня, в моем понимании, например, думаю, для многих телезрителей экстремальным видом спорта, то есть гонки на катерах, так сказать, да, и прочее, прочее. Для вас это работа ежедневная, и чаще всего, не шуточки, да, встречаются и случаи, когда надо экстренно помочь людям. Часто ли такое встречается? Ну, не часто, но бывает. Люди приезжают, отдыхают, как правило, употребляют спиртные напитки и переоценивают свои силы и возможности. И в ходе патрулирования у нас они проводятся каждодневно, а сейчас у нас жаркая погода, то есть мы усиливаем наши патрулирования, усиливаем, ну, не усиливаем, усиливаем наши патрулирования, то есть увеличиваем количество патрулирований, объемы, вот, и в ходе патрулирования приходится и спасать людей. То есть помимо того, что необходимо на уровне А совладеть транспортным средством, еще и нужно знать навыки первичной медицинской помощи. Что еще необходимо знать инспектору? Инспектору вообще очень много нужно знать. Это административная практика, как работать с людьми, потому что люди часто бывают неадекватные, агрессивно настроенные. То есть это полностью совокупность большая, огромная и огромный труд работы. А чтобы к этому прийти, естественно, нужно постоянно развиваться профессионально. То есть много приходит приказов, много меняется в законодательстве. То есть это постоянно наращивается и изучается. То есть наши инспектора по практической, по теоретической части в ЦФО оказались третьими. Стоит подчеркнуть, как вы говорите, собрана команда была в кратчайшие сроки, то есть в специальной подготовке. Никто не подходил, все просто пошли на эти соревнования с тем багажом знаний, с которым они работают каждый день. Ну, практически можно сказать и так. Единственное, да, мы собрали данную команду, откомандировали их все в город Касимов, где проживает основной костяк данной команды, где они все тренировались. Не забывая при этом также и патрулировать. То есть они с утра у нас, грубо говоря, потренировались, пошли на работу, вышли, попатрулировали, опять пришли, потренировались. И так вот целыми днями они в таком, скажем так, режиме работали. Теперь нам предстоят всероссийские соревнования рязанской команде. Как к ним подготовка идет и из чего будут состоять, из каких этапов? Этапы те же самые? Нет, этапы практически те же самые, но они намного усложнены. То есть если кольцевая гонка, скоростная кольцевая гонка, она по большому счету ничего нового не придумаешь, а допустим в маневрировании там будет не просто змейка, там будет с какими-то другими усложненными элементами, на которых люди теряют время, теряют скорость. Иногда даже бывали случаи, что и выпадали из маломерных судов, потому что накал страстей очень велик. Ну и к сожалению, когда вот такие случаи бывают, что и наоборот люди проваливаются. Ну скажем так, что не проваливаются, а ошибаются. И получается, что теряют время, неправильно заходят на поворот, то есть теряют время и не получается, что не тот результат достигает, который бы они хотели показать. Можно ли оценивать основных соперников? Основными, конечно, соперниками эта команда будет Санкт-Петербург, там очень сильная команда, и она причем на протяжении многих лет не менялась. Ну там все сильные команды приедут, там слабых нет. Поэтому основные, конечно, соперники это Санкт-Петербург и Сибирь. Для того, чтобы стать инспектором, вот допустим, захочет кто-то посмотрит нашу с вами беседу и захочет такой и людей спасать, и одновременно романтики, и одновременно экстремальный спорт, как вы обучаетесь? Вот допустим, управлять моторным средством, да, лодкой, да, это одно, но управлять ей так, чтобы маневрировать, чтобы какие-то выполнять определенные сложные вещи. Что для этого нужно? Это определенные курсы проходят? Нет, это не определенные курсы. У нас в ходе специальной подготовки, то есть каждый год мы занимаемся по периодам обучения, и в ходе специальной подготовки у нас проходят также занятия по маневрированию, ну то есть по всем показателям. После чего инспектора также сдают каждые полгода зачеты, мы у них проверяем их практические навыки, теоретические навыки, то есть с выходом, ну с реальностью, с выходом на воду и все как положено. И тем более сейчас количество патрулирования у нас очень увеличилось. Почему? Потому что, ну вот сейчас наступила жаркая пора, самая жаркая пора для инспектора, это когда с утра выходит, вечером приходит. Вот. Поэтому и в ходе патрулирования также они все равно, как мне говорите, а все равно они практику приобретают. То есть по сравнению с простым судоводителем, который ловит рыбу или что-то отдыхает просто на воде, который выходит там раз в неделю, может быть, и в две, они у нас каждый день на воде. То есть можно ли говорить о том, что школа подготовки инспекторов в Рязани достаточно сильная, раз у нас уже год за годом такая происходит практика, что в соревнованиях мы занимаемся? Вот, вы сами ответили на свой вопрос. Призовые места, они просто так не даются, поэтому я считаю, что в Рязанской области школа подготовки именно инспекторского состава, ГИМС, очень сильная, на должном уровне. Сколько осталось до соревнований в Нижегородской области и сколько по времени они будут проходить? Есть ли возможность за ними каким-то образом наблюдать? Соревнования в Нижегородской области у нас будут проходить с 20 по 24 августа. То есть сейчас уже идет подготовка команды, также опять тренировки, теория, практика, ну и, конечно, не забывая про работу. Каким-то образом есть ли возможность наблюдать за ходом соревнований? Да, за ходом соревнований, естественно, это там красочное зрелище. То есть там приходят и люди, которые проживают в Нижегородской области. Не обязательно в Нижегородской области, а на той территории, где проходит соревнование, люди обязательно приходят, постоянно болеют, смотрят, придумывают кричалки. Также музыкальное сопровождение, команды себе заказывают, кто хочет под какую музыку, допустим, выступать. То есть все это в духе соревновательном. Но я говорю еще неоднократно, на накал страстей там будет кипеть очень-очень серьезно. А есть ли онлайн, может быть, какая-то трансляция кто-то будет вести или только местное телевидение? Местное телевидение, скорее всего. Ну и плюс будет все освещаться, естественно, на сайтах МЧС. То есть, да, как выступают наши, будем... Ну, естественно, никто не говорит, как выступают наши до последнего дня. Почему? Потому что, ну, не то, что своеверные, но все равно люди как-то боятся делать прогнозы, потому что одна ошибка может очень дорого обойтись. Да, все молчат до тех пор, пока не вывесят последний протокол итоговый. Мы будем с удовольствием наблюдать. Я думаю, что до 24 августа осталось не так много. Обязательно с вами еще встретимся по итогам всероссийских соревнований, я думаю, поговорим. Можно еще даже рассказать про детские соревнования, которые у нас проходили юный водник. Прямо перед взрослыми соревнованиями проходили соревнования детские и юный водник. Те, опять же, команды Рязанской области, которые представлял тот же город Касимов, да, заняла третий раз подряд в ЦИФО первое место. То есть у нас в этом году третий раз подряд дети занимают первое место и взрослые тоже, инспектора, занимают третий раз подряд первое место. А если говорить о детях, это какие-то кружки, секции? Откуда вообще взялось вот это вот направление подготовки детей? Нет, это направление юный водник, оно идет уже достаточно давно, но в Рязанской области раньше собирали, скажем, команду не особо сильную. А три года назад первый раз мы проводили соревнования в Рязанской области, то есть это детские соревнования юный водник, которые также проходили в городе Касимов. Там первый раз команда заняла первое место. В прошлом году мы возили детей сначала в Кострому на соревнования на эти же детские юный водник, они заняли первое место, потом мы поехали на Россию в Мордовию. Дети там себя тоже показали очень сильной командой, где заняли третье место на России. И в этом году опять же в городе Смоленск та же самая команда детей заняла первое место. А что это за дети? Это какие-то профильные классы? Нет, это обычные школьники, которые обучаются, по-моему, в седьмой школе, в школе номер семь города Касимова. Там есть профильный класс или подопечные? Нет, там не профильный класс, они просто, ну, они все занимаются, ходят в физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», который находится в городе Касимов. Ну и плюс еще у них очень сильный тренер, который душой болеет за эту детскую команду, Желненкова Любовь Петровна, которая их постоянно подготавливает и, естественно, получает свои результаты. И вполне возможно, это достойная смена и будущих... Да, и тем более дети увидели уже, многие из них, многим уже поступать, то есть делать выбор свой в профессии, в дальнейшей жизни. Вот, и многие захотели связать жизнь свою с МЧС России. И в детских соревнованиях примерно те же задания, только чуть проще? Нет, в детских соревнованиях там совершенно другая направленность. Там, во-первых, так как это юный водник, это первоочередное плавание, потом гребли на лодках, поисково-спасательная работа на воде, в которой все включают греблю на лодку, снятие пострадавшего с альдины, кросс. Ну, это такие они, более спортивные, для детей развивающие. Но в целом соревнования юный водник проводятся тоже главным управлением МЧС России? Ну, естественно, да, под эгидой МЧС проводятся также детские соревнования юный водник. Я думаю, что сейчас многим стало значительно спокойнее, учитывая, что у нас такой тыл, отдыхать на воде можно спокойно, потому что в Рязанской области сильнейшие спасатели, как минимум в Центральном федеральном округе. Нашей команде мы пожелаем удачной подготовки и удачного выступления. Будем болеть за ребят, передайте им, что и телекомпания «Город» и наши телезрители с вами в Нижегородской области держим за вас кулачки. У нас в гостях был Геннадий Александрович Кулешов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Рязанской области. Спасибо, что пришли к нам. До новых встреч. До свидания. До свидания.